Книга «Открытым оком», тема «Дети Лагерстан», том 2, вопрос 719. Наследуются ли грехи, рассчитываются ли за них потомки? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. И языки Иля, 18 глава, 19-20 стих. Вы говорите, почему же сын не несёт вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает и исполняет их. Он будет жив. Душа согрешающая, она умрёт. Сын не понесёт вины отца, и отец не понесёт вины сына. Правда праведного при нём и остаётся. И беззаконие беззаконного при нём и остаётся. Исход, 20 глава, 5 стих. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих меня». Число, 14 глава, 18 стих. «Господь долготерпелив и многомилостив и истинен, прощающий беззаконие преступления и грехи, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвёртого рода». Второзаконие, 5 глава, 9 стих. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов, наказывающий детей до третьего и четвёртого рода, ненавидящих меня». Это не надо понимать, что, безусловно, будет так. Это угроза Божия, призыв детей к особой бдительности, потому что яблоко от яблони недалеко падает. От пьяницы часто рождаются пьяницы, генетически предрасположенные к, в кавычках, таланту родителей. Но если сын живёт праведно и тем более молится за покойного отца, чтобы гнев Божий не перешёл на его потомков, то Бог может возвысить этого человека из дома нечестивца. Когда же грешные люди начинают преследовать потомков за происхождение от их отцов, то это трагедия страны. Вот что об этом говорит Твардовский. «Сын за отца не отвечает, пять слов по счёту, ровно пять. Но что они в себе вмещают, вам, молодым, не вдруг обнять? Их обронил в кремлёвском зале тот, кто для всех нас был одним. Судеб вершителем земным, кого народы величали на торжествах отцом родным. Вам из другого поколенья едва ль постичь до глубины тех слов коротких откровенья для виноватых без вины. Вас не смутить в одной анкете, зловещей некогда графой. Кем был до вас ещё на свете отец ваш, мёртвый или живой? В чаду полуночных собраний вас не мытарил тот вопрос. Ведь вы отца не выбирали. Ответ по нынешнему прост. Но в те года и пятилетки, кому с графой не повезло, Для несмываемой отметки подставь безропотно чело, Чтоб со стыдом и мукой жгучей носить её закон таков, Быть под рукой всегда на случай нехватки классовых врагов. Готовым к пытке быть публичной, и горше горечи подчас, Когда дружок твой закадычный при этом не поднимет глаз. О, годы юности немилой, её жестоких передряг! То был отец, то вдруг он враг, А мать, но сказано, два мира и ничего о матерях. И здесь, куда за половодьем тех лет спешил ты босиком, Ты именуешься отродьем, не сыном даже, а сынком. А как с той кличкой жить, парнишки? Как отбывать безвестный срок? Ни понаслышке, ни из книжки, толкует автор этих строк. Ты здесь, сынок, но ты не здешний. Какой тебе ещё резон, Когда родитель твой в кромешный В тот самый список занесён. Ещё бы ты с такой закваской Мечтал вступить в запретный круг. И руку жмёт тебе с опаской Друг закадычный твой. И вдруг Сын за отца не отвечает. С тебя тот знак отныне снят. Счастлив сто крат, Не ждал, не чаял, И вдруг ни в чём не виноват. Конец твоим лихим невзгода, Держись бодрей, Не прячь лица. Благодари отца народов, Что он простил тебе отца. Родного с лёгкостью нежданной Проклятие снял, Как будто он, Ему неведомый и странный, Узрел и отменил закон. Да, он умел без оговорок, Незапно, Как уж припечёт, Любой своих просчётов ворох, Перенести на чей-то счёт. На чьё-то вражье искаженье Того, что возвещал завет, На чьё-то головокруженье От им предсказанных побед. Сын за отца не отвечает. Аминь! И как бы невдомёк, А вдруг тот сын, А не сынок, Права такие получая, И за отца ответить мог. Пять кратких слов, Но год от года На нет сходили те слова, И званье Сын врага народа Уже при них Вошло в права. И за одной чертой закона Уже равняла их судьба. Сын кулака Или сын наркома, Сын командарма Или попа. Клеймо с рождения Отмечала Младенца вражеских кровей, И всё, казалось, Не хватало Стране клеймённых сыновей. Нет, Ты вовеки не гадала В судьбе своей Отчизна, мать, Собрать под небом Магадана Своих сынов Такую рать. Не знала, Где всему начало, Когда успела воспитать Всех, Что за проволокой держала, За зоной той Родная мать. Средь наших праздников И Будин Не всякий Даже вспомнить мог, С каким уставом К смертным людям Взывал их Посетивший Бог. Он говорил, Иди за мною, Оставь отца И мать свою, Всё мимолётное, Земное Оставь, И будешь ты в раю. А мы, Кичась не верим в Бога, Во имя собственных святынь, Той жертвы Требовали строго Отринь отца И мать отринь. Забудь, Откуда вышел родом, И осознай, Не прикословь, В ущерб любви К отцу народов Любая прочая любовь. Ясна задача, Дело свято, С тем, К высшей цели Прямиком, Придай в пути Родного брата И друга лучшего Тайком. И душу Чувствами людскими Не отягчай себя щадя И лжесвидетельствуй Во имя И зверствуй Именем вождя. Любой судьбе Неблагодарен Тверди одно, Как он велик. Хотя б ты Крымский был татарин, Ингуш Иль друг степей Калмык. Рукоплещи Всем приговорам, Каких постигнуть Не дано, А клевещи народ, С которым В изгнание Брошен заодно. И в душном Скопище Исходов Нет Небиблейских Наших дней Превозноси Отца народов. Он сверх всего Ему видней. Он все Начало Возвещает И все Концы Само собой. Сын За Отца Не отвечает Закон, Что также Означает Отец За Сына Головой. Но все Законы Погасило Для самого Благая Ночь. И не Ответчик Он за Сына, Ах, Не за Сына, Не за Дочь. Там, У немой Стены Кремлевской, По счастью, Знать Не знает Он, Какой Лихой Бедой Отцовской Покрыт Его Загробный Стон. Давно Отцами Стали Дети, Но за Всеобщего Отца Мы Оказались Все В Ответе И Длится Суд Десятилетий И Не видать Еще Конца. Новый Мир 1987 Год Номер Три.